Доброго дня, дорогие коллеги! Меня видно, слышно? Меня зовут Инесса, я представитель отеля The Covrotano Resort в Рассельхайме. Я вам расскажу более подробно сегодня про наш отель, про инновацию и так далее. И также отвечу на все ваши вопросы в конце. Covrotano – пятизвездочный резорт. Он один из самых больших резортов именно в Эмирате Рассельхайма. Наша территория составляет 250 тысяч квадратных метров. Вот вы можете увидеть на этой фотографии, на этом слайде, наша территория сверху. Я буду курсором вам показывать. То, что вы видите виллы около моря, у нас получается не просто номера, у нас также есть виллы. One-bedroom, two-bedroom и three-bedroom. И если вы можете увидеть, у нас есть при виллах бассейны, свои бассейны. Бассейны только в two-bedroom и three-bedroom. И уже получается номера у нас находятся более с левой стороны и более в задней стороне. Мы чуть-чуть пройдем попозже. В следующем слайде я вам более подробнее покажу. По номерному фонду у нас 349 номеров и 39 вилл. Чтобы было максимально легко понять наши категории, я вам быстренько расскажу. Получается, у нас три категории. Они размещают 2 плюс 1, 1 до 6 лет без дополнительной кровати. Эти номера у нас называются геострум, лагунью и сивью. Эти номера у нас находятся в кластерах со второго по девятый. И остальные номера, три категории, они размещают у нас 2 плюс 2 с дополнительной кроватью. Также там есть софа, которую можно будет разложить для второго ребенка. То есть для всех наших гостей будет свое спальное место. Эти номера у нас называются гарденью, пулвью и спешлсрум. Хочу вам сказать, что все номера 2 плюс 1, они будут абсолютно идентичны, только у них меняется вид. И вы можете спокойно продавать номера 2 плюс 1 с балконом. То есть все номера 2 плюс 1 имеют балкон. И также номера 2 плюс 2, они будут идентичны, только у них меняется вид, но балкон мы там не гарантируем, он будет по запросу при наличии, при заселении. Здесь вы можете увидеть одну из категорий номеров 2 плюс 1, это C-View. Вы можете увидеть то, что здесь есть балкончик, то есть все номера 2 плюс 1 будут иметь идентичный балкончик. Хочу вам сказать то, что реновация в номерах 2 плюс 1 была в 2022 году летом. То есть мы все комнаты 2 плюс 1 отреновировали. Сюда, как я вам уже говорила, мы не можем поставить дополнительную кровать. Ребенок будет или же sharing с родителями, но там есть софа. Она, к сожалению, не раскладывается. Мы ее не продаем как дополнительное место, но мы ее можем заправить по запросу наших гостей. Это уже территория, где номера находятся 2 плюс 2, Garden View, Pool View и Specials Room. Как видите, в этой стороне у нас есть мини-аквапарк, детский клуб, детский бассейн, бар. То есть это очень удобно для гостей, кто приезжает с детьми, все находится в пешей доступности. Хочу вам напомнить то, что наш мини-аквапарк, детский клуб абсолютно бесплатный для всех наших гостей. Конечно же, есть некоторые условия. Условия такие использования детского клуба. С 4 до 12 лет дети могут посещать без сопровождения взрослого. И уже до 4 лет обязательно должен быть сопровождающий человек. По поводу мини-аквапарка, он работает у нас по часам, он у нас не работает целый день. Утром несколько часов, в обед он закрывается, и вечером после обеда несколько часов. Условия такие. Минимум рост должен быть 100 сантиметров для использования мини-аквапарка. Здесь вы можете увидеть одну из категорий, которые находятся уже в семейной стороне. Как я вам говорила, пулю и гарден будут абсолютно идентичны, только у них видняется вид. Балкон здесь не гарантирован. По реновации этих номеров 2 плюс 2, получается, в принципе, номера 2 плюс 2 открылись в 2019 году. Буквально-таки недавно, то есть они еще у нас свеженькие. По поводу бассейнов. У нас, получается, на территории отеля 3 бассейна. Два из них Infinity, один простой бассейн. Как вы можете видеть на картинке, это один из наших Infinity бассейнов. Хочу вам напомнить то, что у нас есть Infinity бассейн, который только для взрослых 16 плюс, что максимально удобно для гостей, кто приезжает без детей и хочет быть в более спокойствии, в тишине. То есть такая опция у нас тоже есть при отеле. Хочу вам сказать, что буквально-таки недавно наш отель зашел в топ-10 инстаграмных отелей. Не только в Эмирате Рассельхайма, но и по всем Эмиратам. Это наша терраса, которая находится на ресепшене. Здесь можно посмотреть невероятный закат, выпить чашечку кофе или взять просеку и насладиться прекрасным видом нашего Персидского залива. По поводу ресторанов и баров. У нас при отеле три ресторана, два из них All Day Dining, где наши гости могут завтракать, обедать и ужинать. И также у нас есть один ресторан а-ля карт, он называется Basilico. И также у нас есть 8 баров при отеле. То есть буквально-таки везде можно будет найти бар около каждого бассейна. На пляже у нас аж три бара, на ресепшене, то есть у нас есть лобби, лаунч и так далее. То есть абсолютно везде гости могут взять свои алкогольные, безалкогольные питки и также полноценные снеги. Здесь вы можете увидеть один из наших ресторанов All Day Dining. Он называется Cinnamon Restaurant. Хочу вам сказать, что все наши рестораны имеют как места снаружи, так и места внутри. То есть когда погода у нас позволяет, гости у нас любят сидеть на террасе и наслаждаться видами. Хочу вам сказать, что все наши рестораны, которые имеют террасу, они смотрят прямиком на Персидский залив. Здесь вы можете увидеть наш а-ля-карт ресторан Basilico. Он в медитарианском стиле. То есть каждый день у нас там проходит живая музыка для всех наших гостей. По питанию. Хочу вам сказать, что у нас завтраки, полпансион, у нас нет полного пансиона. Мы сразу прыгаем на All Inclusive. И также у нас есть новая концепция. Она называется Coff Club. Coff Club – это по типу как Ultra All Inclusive. Чем же все-таки отличается All Inclusive от Ultra All Inclusive? Премиум алкоголь, быстрый чек-инь, чек-аут, возможность посещения а-ля-карт ресторана, неограниченное количество раз на завтраки, обеды и ужины. И самое главное, у них будет на Ultra All Inclusive свое место расположено на пляже со своими кабанами, со своими лежаками и со своим баром. Это по типу как премиум отдыха для наших дорогих гостей. И также у них будет 20% дискаунт на Water Sport Activities и на SPA. Хочу вам сказать, что наш отель, он один из тех отелей именно в Эмирате Рассельхайма, который работает All Inclusive в 24 часа нон-стоп. И как раз-таки на этой картинке, на этом слайде вы можете увидеть наш бар. Бриз-бар, он находится около ресепшена, который работает таки 24 часа нон-стоп для всех наших гостей, что тоже максимально удобно, кто рано заселяется, поздно выселяется, гости могут выпить чашечку кофе или же что-то даже перекусить в этом нашем баре. По поводу пляжа. Наш пляж, как вы знаете, он натуральный, 600 метров длиною. То есть для всех наших гостей достаточно свободного пространства. На пляже у нас три бара. Вы можете видеть один из баров на этом слайде. Хочу вам сказать, что на барах у нас, напомнить, у нас не только могут гости взять напитки алкогольные или же безалкогольные, но также и полноценные снеги. По поводу активности. В Коврутане у нас есть своя анимационная команда, русскоговорящая команда, которая проводит ежедневно разные активы. Ведь есть дневные такие, как акваэробика, йога, бич, волейбол и так далее. И вечерние такие, как belly dance, fire show, live music, мини-диско и так далее. То есть каждую неделю эта программа у нас меняется, и при заселении нашим гостям выдается брошюра со всей информацией, где проходит то или иное мероприятие. Также у нас есть возможность сделать массаж на открытом воздухе, романтический ужин около пляжа. То есть любой каприз можно будет исполнить в нашем отеле. Это можно будет осуществить при бронировании, можно будет запросить, или же уже при заселении в отель можно будет забронировать себе такую опцию. Так как основная масса наших гостей – это русскоговорящих, у нас в отеле очень много русскоговорящих сотрудников. На ресепшене, guest relation, в ресторане, в анимации. То есть везде наши гости могут найти русскоговорящего сотрудника. Как я вам говорила, при отеле у нас есть Water Sport Activities, который работает ежедневно с 9 до 6. Можно будет попробовать водные activities при нашем отеле. И также еще раз напомню то, что на Ultra All Inclusive у гостей будет 20% скидки, дискаунта на Water Sport Activities. То есть Water Sport Activities, там у них есть свой ресепшен, где гости могут забронировать тот или иной activity. По Activities, по Water Sport у нас получается есть motorized и non-motorized прям при отеле. По поводу депозита, самый такой часто задаваемый вопрос. В нашем отеле нет такого депозита, так как наши гости, основная масса приезжает на All Inclusive или же Ultra All Inclusive, мы не берем депозит. Но все же, если гости приезжают на завтраках или же полу-пансионе, мы берем депозит в размере 500 дархам за все проживание с номера. Но это не принципиальный депозит. Если же все-таки гости не хотят платить депозит, мы идем на уступки. Мы очень любим идти на уступки, на понимание наших гостей. Мы не берем депозит, мы просто ставим их на No Post, и гости уже расплачиваются непосредственно в том или ином ресторане или же баре при посещении или покупке. Ковро Тано – это как мини-городок в городке, как я вам сказала, наша территория 250 тысяч квадратных метров. При отеле у нас есть тренажерный зал, спа, джакузи, салон красоты мужской и женский, мини-магазин с первым необходимым, магазин с мороженым, точнее, магазин мороженый на All-Inclusive, он, к сожалению, не входит, но вот на Ultra-All-Inclusive магазин с мороженым, то есть, входит. У нас есть ATM-машинка прямо при ресепшене, где гости могут снять наличные при необходимости. То есть, это мини-городок в городке, где все можно будет первое необходимое найти. Но все же, если же наши гости хотят выехать за пределы отеля, у нас есть возможность посетить Dubai Mall с отелем. У нас есть шаттлбасс, который ездит три раза в неделю, в понедельник, в среду и в субботу, за символическую дополнительную плату, 125 дархам за взрослого, 95 дархам за ребенка. Получается, это целый день поездка в Дубай, на целый день. В 12 часов забирается отеля Dubai Mall, и с Dubai Mall он в 9 вечера забирает обратно в отель. Сразу же выходит вопрос, если же гости пропустили свой обед или ужин, например, на HB, если они пропустили свой ужин, они могут его перенести на завтрашний день или же на день выезда, например, на обед. А если же на All Inclusive гости пропустили обед и ужин, к примеру, они также могут его перенести на день выезда, если они уже пообедали в день заезда. Как вы знаете, наш заезд в 3 часа дня, а выезд в 12 часов дня. Но мы максимально относимся к нашим гостям лояльно. Если же гости приезжают рано утром, и у нас есть свободные номера, мы их заселяем без никаких дополнительных плат, и гости уже могут использовать все поселитесь в нашем отеле и также могут посетить обед при условии, то что при выселении у них будет только завтрак. Вот в таком случае, если же гости пропустили по тем или иным причинам обед или же ужин, они могут его перекинуть на день выезда. В принципе, на этом я все. Я с вами поделюсь своими контактными деталями. Вы можете посмотреть, сфотографировать. Любое время вы мне можете написать по WhatsApp, по Telegram, по e-mail и так далее. Первый вопрос. Когда в отеле проводилась последняя реновация? Что конкретно было обновлено? Хорошо. Как я вам говорила, в номерах 2 плюс 1, это Gestrum, Lagunio и Sivio, реновация прошла в 2022 году. То есть полноценная реновация всех номеров прошла в 2022 году летом. А в номерах 2 плюс 2, получается, это Garden U, Pool U и Special Room. Они, в принципе, открылись в 2019 году. Второй вопрос. Какие планы по дальнейшему улучшению отеля? У нас новый хозяин нашего отеля. Хотят внедрить новые рестораны и улучшить район ресепшена, чтобы были панорамные окна при заселении, чтобы гости могли непосредственно видеть Персидский залив. Рядом с отелем расположена городская инфраструктура. Есть где погулять. При околе отеля мы самые близкие находимся к остановке, bus station. Получается, автобусы, которые отъезжают не только в Дубай, но и в Абу-Даби, в Аджман, Шаджу и так далее. И также самый ближайший торговый центр, это 8 километров от нас, Rock Mall. К сожалению, туда пешком дойти нельзя. Можно будет доехать на такси буквально за 4 минуты. Следующий вопрос. В какой минимальной категории можно разместить туристов в составе 2 плюс 2, что выполняет роль дополнительной кровати? 2 плюс 2 мы можем разместить в номерах Garden U, Pool U и Special Room. Только в этих номерах мы можем разместить 2 плюс 2. И самая первая категория в 2 плюс 2, это получается у нас Garden U. Мы не гарантируем балкон в этих категориях. По поводу дополнительной кровати, мы предоставляем одну дополнительную кровать. То есть это не раскладная кровать, это полноценная кровать. Мы предоставляем абсолютно бесплатно. И также там будет сафар, которую можно будет разложить для второго ребенка. Следующий вопрос. Насколько в отеле высокий уровень сервиса? Для какой категории туристов он подойдет? Сервис у нас очень хороший. Вы можете посмотреть наши отзывы в Google, в TripAdvisor и так далее. Это, конечно же, не люксовый, как Валдорф Астория или же Софи Тель. Но хочу вам сказать просто по своему личному опыту. Буквально-таки недавно у меня были гости, сами же агенты. И они мне сделали комплимент нашему HR, отделу кадров, за такой персонал и за такой сервис. То есть все пытаются отнестись утонченно к нашим гостям и помочь. То есть он спонт прям сразу уже при возникновении той или иной проблемы. Есть ли у вас коннект номера? К сожалению, в Коврутане у нас нет коннект номеров. Часто задаваем вопрос также. Но если какая-то, например, семья приезжает вместе, вы можете нам отправить заявку. И мы, конечно же, постараемся по максимуму разносить их прям рядом с друг дружкой. Но именно если коннект номера, коннект номеров у нас нет, но у нас есть 2-bedroom и 3-bedroom виллы. То есть можно будет бронировать что-то по виллам, если нужно прям коннект номера. Существуют ли привилегии для гостей повышенных категории номеров? Хочу вам сказать, что таковых привилегий у нас нет для гостей повышенных категорий номеров. Все гости для нас абсолютно одинаковые. Но у нас есть привилегии для гостей, кто посещает не первый раз наш отель. То есть мы отправляем... У нас все это фиксируется. Мы отправляем им комплимент в номер, конечно же, с визиткой нашего генерального менеджера. В отеле присутствует русскоговорящий персонал. Как я вам говорила, да, у нас присутствует русскоговорящий персонал. Как я вам еще раз хочу сказать, то что основная масса наших гостей это Россия и страны СНГ. Это получается топ наших гостей. Поэтому у нас абсолютно везде можно будет найти русскоговорящего сотрудника на ресепшн, гест-релейшн, в ресторане, в анимации. То есть можно будет найти русскоговорящего сотрудника. Следующий вопрос. Какие рестораны включены в концепцию? В All-Inclusive включены только рестораны All-Day Dining, где буфет. То есть получается на завтрак, обед и ужин. И все бары и отели. Их у нас восемь. А уже получается на All-Inclusive гости также могут посещать не только All-Day Dining ресторан, но также они могут ходить в Валя-карт ресторан на завтрак, обед и ужин. Следующий вопрос. Для отдыхающих предусмотрен депозит. От него можно отказаться. Как я вам говорила, так как наши гости основная масса это All-Inclusive и All-Inclusive, мы депозит не берем. От него можно будет отказаться. Просто наших гостей поставить на новый пост. И гости могут платить непосредственно в том или ином ресторане. У вас есть пляжные павильоны. Сколько составляет стоимость аренды? У нас есть, получается, лежаки. И также у нас есть кабаны. Кабаны, они у нас, получается, для гостей на All-Inclusive это будет абсолютно бесплатно. Но это, то есть, кто первый пришел, тот первый и занял. А уже на Ultra-All-Inclusive у них уже больше кабан. У них свое, загорожено свое место на пляже со своими лежаками, со своими кабанами, со своим баром. То есть там очень много кабан. И они абсолютно бесплатные для всех наших гостей. Следующий вопрос. Есть ли в отеле подогреваемые бассейны? Да. Три бассейна у нас при отеле. Два из них Infinity, один простой бассейн. И все из них у нас подогреваются и охлаждаются. Но при виллах, где 2-bedroom и 3-bedroom, как я вам говорила, вы можете даже увидеть на вот этой картинке. Здесь. У них есть свои бассейны, но, к сожалению, они не подогреваются и не охлаждаются. А все основные бассейны, они охлаждаются и подогреваются. Следующий вопрос. После чекаута браслеты срезают. Можно ли пользоваться территорией? Абсолютно верно. После чекаута браслеты срезают. Можно пользоваться территорией. У нас есть даже комната, где можно будет принять душ и переодеться. То есть... И также при заезде. Если же гости заезжают, приезжают рано, а комната еще не готова, гости могут переодеться и уже использовать всю территорию отеля. Следующий вопрос. Где могут поесть туристы, которые полетают в отель поздно ночью? У нас есть, как я вам говорила, наш all-inclusive 24 часа. У нас есть бар, который работает 24 часа, и гости там могут взять в себе какие-то снэки. Но все же, если они хотят полноценный ужин, заранее можно будет предупредить отель при бронировании, и мы сделаем им диннер-бокс на день заезда. Какая специфика береговой линии в этом районе? Вход песчаный или пологий, вода не застойная, есть неприятный запах. Как я вам говорила, наш пляж 600 метров, он натуральный пляж, то есть вы можете увидеть на этой картинке. Вход у нас есть, понимаете, как бы, так как наш пляж, он 600 метров, у нас есть территория, где можно будет спуститься и по ступенькам, и также можно будет зайти по песку. То есть пляж длинный, половина у нас сделана более как с детишками, чтобы можно было спокойно зайти в пляж, и половина можно будет уже и спуститься по лесенке. Следующий вопрос. Назовите ваши основные фишки и особенности, на которые нужно обратить внимание. Конечно. Первое это то, что наш All-Inclusive, он 24 часа нон-стоп для всех наших гостей. Это один из отелей именно в Рассельхайме. Вы знаете то, что Rixis, он All-Inclusive 24 часа, и мы идем All-Inclusive 24 часа именно в Рассельхайме. И также наша фишка – это наш пляж, так как он натуральный, ненасыпной, и протяженность пляжа 600 метров. И также очень много гостей сравнивают то, что они попали в маленькую Венецию, когда приезжают в наш отель. Следующий вопрос. Предоставляются ли напитки во время завтрака, обеда и ужина? Очень хороший вопрос. На All-Inclusive, конечно, предоставляются напитки алкогольные и безалкогольные. Но вот на HB, то есть только водичку, то есть не предоставляются даже софт, к сожалению. Но можно будет за дополнительную плату докупить. И также вам хочу сказать, что если гости приезжают на All-Inclusive, и они хотят улучшить себя до Ultra-All-Inclusive, это тоже возможно, при заселении они могут сделать. Или же гости приезжают на All-Inclusive и хотят в несколько дней попробовать Ultra-All-Inclusive, то есть эта опция тоже у нас возможна. Следующий вопрос. Можно ли менять ужин на обед, если туристы забронировали концепцию HB? Да, можно менять ужин на обед, также можно будет его перекидывать на какой-то другой день, если же гости поехали куда-то на какую-то экскурсию или же через наш шаттлбаз в Дубаймол, то есть они могут даже его перенести на следующий, например, день на обед. Какая у вас предусмотрена инфраструктура для детей? Для детей у нас есть, для маленьких детей у нас есть детский клуб, который работает ежедневно с 9 до 6 вечера, и уже для подростков у нас есть Teenager Room. К сожалению, это не так, как сейчас более модно PlayStation и так далее, это более настольный теннис, дартс и так далее, то есть это закрытая зона для тинейджеров. И также, как я вам говорила, у нас есть мини-акварт-парк для наших гостей и активитис ежедневно. У нас есть детские активитис, которые еженедельно это меняется, и при заселении нашим гостям дают эту информацию распечатанном виде. И также хочу сказать, у нас есть детское питание. В ресторане у нас ограждено также место с маленькими стульчиками, с маленькими столиками для наших маленьких гостей с детским питанием. В отеле есть собственный аквапарк, он подогревается. В отеле есть, собственно, мини-аквапарк, и да, он подогревается у нас. Да, вы можете, спасибо большое, Алексей. Вы можете увидеть на этой картинке наш мини-аквапарк, вот он находится с этой стороны, он подогревается абсолютно бесплатно для наших всех гостей, только есть условия, минимальный рост 100 сантиметров. И что самое главное, мини-аквапарк находится именно в той зоне, как мы называем при нашем отеле, семейная зона, где номера 2 плюс 2, эти номера у нас guest room, garden you, pool you и spacious room, то есть максимально удобно гостям с детьми в пешей доступности мини-аквапарк, здесь у нас детский клуб, здесь у нас детский мини-бассейн, с этой стороны у нас бар, где гости могут взять не только свои напитки, но также и полноценные снеки. Следующий вопрос. Предоставляют ли гостям трансферы в торговые центры, платные или бесплатные? Как я уже и говорила, у нас есть трансфер в Dubai Mall, он ездит три раз в неделю, в понедельник, в среду и в субботу, за символическую дополнительную плату, 125 бархам за взрослого, 95 бархам за ребенка, до 4 лет абсолютно бесплатно. К сожалению, только в один mall у нас есть трансфер, это в Dubai Mall, это целый день посещения Dubai Mall, в 12 часов собирают с отеля и в 9 вечера забирают с Dubai Mall. Самые ближайшие торговые центры до нашего отеля – это Rock Mall, 8 километров, можно будет доехать на такси. Следующий торговый центр – это Monar Mall, ближайший к нашему отелю, и также знаменитый Alhambra Mall, тоже можно будет доехать за 10 минут. Следующий вопрос. У вас бывают приливы и отливы? У нас они бывают. Я сама каждый день посещаю наш пляж для своей информации. Приливы и отливы бывают, но не часто. Следующий вопрос. Насколько в отеле качественное питание? По питанию у нас, получается, тематические вечера, дни, тематические дни. Каждый день питание у нас разнообразное, то есть не одинаковое. В один день будет интернациональное, в другой день в арабском стиле, в другой день в азиатском стиле и так далее. То есть она меняется. Хочу вам сказать, к сожалению, я не прикрепила свой QR-код для телеграм-канала. Я веду телеграм-каналы отеля на русском языке. Я лично сама хожу, фотографирую и выставляю в нашем телеграм-канале. Там вы можете, я с вами поделюсь ссылкой, там вы можете посмотреть все наши категории детальные. И также я выставляю туда и ресторан, и питание, и так далее, что максимально удобно понять и посмотреть своими глазами. Следующий вопрос. Мини-бар входит в концепцию отеля. Мини-бар у нас, он получается только на ультра-олл-инклюзиве, на коф-клаб-концепте. Один раз при заселении он будет заполнен комплиментом для наших гостей, а уже в последующий раз будет за дополнительную плату. Получается, в остальных питаниях на BB, HP или же All-Inclusive мини-бара нет. Если же гости хотят иметь мини-бар в номере, они могут оставить депозит и заполнить свой мини-бар. Рядом с отелем или на территории ведется строительство, шум не мешает гостям? Это прям вопрос, тоже очень часто задаваемый, особенно на данный момент, так как у нас в Рассельхаме строится казино. Наш отель ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди не идет никакая, нет никаких работ, тишина, спокойствие, никак, но Мартянин на данный момент, к сожалению, у нас нет никаких работ. Если будут какие-то изменения или же какие-то работы, мы всем нашим партнерам обязательно вышлем эту информацию, чтобы все были в курсе. Следующий вопрос. Можете поделиться своими контактами, куда можно адресовать вопросы? Да, конечно, в конце этого слайда здесь вы можете сфотографировать мои контактные детали, мой имейл, мой телефон. Вы можете мне писать по WhatsApp, Telegram или же отправлять через имейл. И также я поделюсь с вами нашим Telegram-каналом, где вы тоже можете все посмотреть и связаться со мной через Telegram. Следующий вопрос. В мини-клубе есть русскоговорящий персонал? В анимации, в ежедневной анимации у нас есть русскоговорящий персонал, но именно в мини-клубе на данный момент у нас не русскоговорящий персонал. То есть его там, к сожалению, на данный момент нет, но это в планах. Следующий вопрос. Сколько стоит стоимость аренды колясок? Есть детские стульчики, блендеры, горшки, баночные питания, кроват. К сожалению, при отеле у нас нет возможности арендовать коляску, детскую коляску, но при отеле есть детские стульчики, горшки, баночное питание и также baby code. Мы предоставляем все номера, которые, возможно, будут ее разместить. Так как я вам говорила, у нас есть номера 2 плюс 1 до 6 лет без дополнительной кровати. Эти номера Gestrum Lagoon, UCV, туда мы даже baby code не можем поставить. А уже номера 2 плюс 2, то есть мы туда можем поставить и дополнительную кровать, и baby code, потому что размеры позволяют эти категории номера. Следующий вопрос. Сколько стоит в сутки дополнительная кровать? По контракту со всеми нашими партнерами одна дополнительная кровать у нас идет бесплатно, а если же хотят еще одну дополнительную кровать, то она будет 125 дархам за сутки. Следующий вопрос. Что входит в концепцию all-inclusive? На простой all-inclusive получается у нас 24 часа на онстоп. Гости могут посещать all-day dining ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины. И также у нас есть 8 баров при отеле. Гости могут посещать любой из этих баров, получать свои алкогольные и безалкогольные напитки, и также полноценные снеги. А уже на ультра all-inclusive у них будет возможность ходить в all-inclusive ресторан на обед, завтрак и ужин. У них будет свое место на пляже расположено со своими кабанами-лежаками. Один раз мини-бар будет заполнен, 20% дискаунт на water sport activities и спа. И также привилегия быстрого чекина и чек-аута для наших гостей на ультра all-inclusive. Следующий вопрос. Шаттл-бар скурсирует по территории по расписанию или нужно звонить на ресепшн и заказывать? Хороший вопрос. Так как наша территория очень большая, 250 тысяч квадратных метров, у нас очень много баги при отеле. То есть баги можно вызвать или же с номера, или же с ресторана, или же с любого бара. Можно попросить любого сотрудника. И также баги и курсируют, так как у нас очень длинный пляж. То есть у нас есть остановки, где курсируют баги для наших гостей, кто не может вызвать, например, с пляжа баги-сервис. Следующий вопрос. По концепции all-inclusive можно поищать а-ля-карт ресторана сколько раз? К сожалению, по концепции all-inclusive гости не могут поищать а-ля-карт ресторан, но на ультра all-inclusive могут поищать неограниченное количество раз на завтрак, обед и ужин. Следующий вопрос. Есть ли у вас привилегии для повторных гостей, именинников и молодоженов? Конечно, как я вам уже и говорила в начале, у нас есть привилегии для гостей, кто повторно приезжает к нам. Мы пытаемся их сделать апгрейд номеров, также мы отправляем комплимент в номер, также с визитку нашего генерального менеджера. Для молодоженов нужно будет заранее нас предупредить, то, что у них, например, молодожены или же wedding anniversary. То есть мы тоже делаем декорацию в номере. И комплимент отправляем. И, конечно же, для именинников автоматически у нас в системе это все уходит. Мы тоже их поздравляем. Если гости просят при ужине или же обеде, мы можем поздравить со всей командой на ужине или обеде. Или же, если гости не специфически, мы отправляем номер поздравления для именинников. Следующий вопрос. В море и на пляже есть водоросли? Нет. В море и на пляже нет водорослей. А вот сейчас я вам покажу, вот что вы увидите. Вот где находятся у нас виллы? Это лагуна. В этой лагуне купаться нельзя для наших гостей. Эта лагуна, вода, то есть приходит у нас с этой стороны с моря. И вот тут уже у нас наблюдаются водоросли. Но запахов никаких нет. И здесь наши гости не купаются. А сам пляж, сам море у нас нет водорослей. Также в Телеграм-канале я с вами поделюсь. Вы можете посмотреть. Я всегда снимаю видео и выставляю в нашем Телеграм-канале. В отеле бывают вечерние программы? Да, бывают. Ежедневно у нас есть вечерние программы. Live music, belly dance, fire show, мини-диско и так далее. То есть это ежедневно меняется. Как я вам говорила, у нас есть своя анимационная команда и своя команда певцов, которые поют ежедневно в разных локациях, отелях. То есть получается, при заселении нашим гостям дают брошюру со всей информацией, где и когда происходит то или иное мероприятие. В Новый год планируется шоу-программа? Конечно, планируется. Это ежегодно. Точно тему на данный момент не могу вам сказать, но ближе уже к Новому году тему мы тоже объявим в новогодней ночи. Следующий вопрос. Какие номера ближе всего к пляжу? Ближе всего к пляжу у нас получается номера... Все, покажу. Это гестру, лагунью и сивью, которые размещают 2 плюс 1 до 6 лет без дополнительной кровати. То есть они находятся в кластерах со 2 по 9, то есть они самые ближайшие к морю. В этих номерах реновация была в 2022 году летом, и все номера 2 плюс 1, они абсолютно идентичны изнутри, только у них меняется вид. Следующий вопрос. Если состав тура 2 плюс 1, какую категорию бронирует? Турист считается ребенком до какого возраста? 2 плюс 1. Если же ребенок до 6 лет, вы можете спокойно бронировать гестру, сивью или же лагунью. Ребенок у нас считается до 12 лет, то есть 11-99, это у нас считается ребенок. И уже получается, дети старше 6 лет автоматически, мы даже сюда их не размещаем, мы не примем эту бронь, они уже идут в номера Garden View, Pool View и Special Stroom. То есть дети от 6 до 12 лет размещаются, получается, в этих категориях. А дети до 6 лет без дополнительной кровати размещаются в этих номерах, которые вы сейчас видите. Это лагунью, сивью и гестру. Насколько пологий заход в воду далеко до глубины? Хочу вам сказать, как я вам говорила, то, что наш пляж, он, как сказать, половина у нас заход песчаный, половина у нас заход можно будет по ступенькам спуститься. И вот у нас пляж, он не прям ровный, а он вот такой вот идет стороной. То есть если заходить со стороны, где есть лестники, можно будет до глубины очень быстро дойти. А со стороны, где песчаный заход, то есть получается, чуть-чуть нужно будет пройти до глубины. Также вы можете это увидеть в нашем телеграм-канале. Можно ли плавать в заливах, где стоят виллы? Как я уже вам говорила, нельзя плавать в лагуне, где находятся виллы. Это просто лагуна, запрещена для купания. Купаться только можно будет на нашем пляже. То есть это не для купания, просто виллы стоят на этой вот лагуне. Можно ли продлить номер до вечера в день выезда? Если у нас есть возможность, то есть если у нас есть свободные номера, конечно же, это возможно будет сделать, продлить до вечера. Но если же все-таки у нас не будет возможности при высокой загрузке, гости могут выселиться, оставить свои вещи и также продолжать использовать все facilities отеля. И у нас есть комната, где гости могут принять душ, переодеться и так далее. Также у нас есть камера хранения багажей для наших гостей. В январе можно купаться или уже прохладно? Я думаю, это для каждого по-разному, потому что наши гости, кто приезжает, большинство купается. Температура в январе у нас воздуха, температура воздуха где-то 25 градусов, 20-25 градусов. Лично для меня я не могу купаться, потому что я привыкла к теплу. А так наши гости, то есть кому-то комфортно, кому-то холодно, кому-то даже жарко и кто-то даже успевает обгореть в январе. Следующий вопрос. Городской налог можно оплатить не в дархамах. Мы принимаем все в дархамах. В нашем отеле мы принимаем все в дархамах. Но если у гостей нет дархамов, они просто дают, мы считаем, сколько это будет в долларах или евро, и они могут заплатить пьемы. Также хочу напомнить, что при нашем отеле, что сейчас очень важно, мы принимаем Union Pay. То есть наш отель принимает Union Pay. У нас везде это развешено. При ресепшене у нас развешено то, что мы принимаем Union Pay в нашем отеле. Гости могут расплатиться даже за туристический налог или же в ресторане или в баре с Union Pay. Следующий вопрос. Какие номера можно предложить туристам, желающим более тихое и спокойное размещение? Если же они без детей, если гости без детей, то они могут забронировать номера Гестру, Млагонную и Сибию. То есть там будет уже потише. А с детьми до 12 лет. То есть там уже будут дети. Это место, как я вам показывала на картинке, более семейное. Поэтому любую категорию, если вы выберете здесь, будет одно и то же. А без детей, конечно же, Гестру, Млагонную или же Сибию. Следующий вопрос. Виллы когда реновированы были в последний раз? Хороший вопрос. Виллы мы продаем только 39 вилл. То есть у нас была неполноценная, но тачап, реновация вилл в 2019 году. Следующий вопрос. Сумма доплаты за дополнительную кровать не меняется в новогодние праздники или также 125 драхам? Сумма не меняется. У нас круглый год одна и та же цена. Я думаю, на этом все. Я ответила на все ваши вопросы. Я сейчас вам в чат скину наш телеграм-канал. Вы можете подписаться на него. Там я вещаю на русском языке. И также еще раз продублирую свои контактные детали. Если у вас останутся какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите по WhatsApp, телеграму или же по e-mail. Буду рада всегда вам ответить. И если что, будем на связи. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.